Тот говорит, ну, например, он говорит, здесь мы пойдем, давай своруем кассу государства, ограбим кассу государства. И опять же, это не на следующий разгад, а как так чувствует. Он говорит, ой, нет, я не для этого сюда приехал, я приехал строить сюда новую жизнь, не хочу я идти к этим старым бешефтам, оставь меня. Тот говорит, ты не хочешь, я иду один, и ты еще обо мне прочешь в газетах. И он идет и роет траншею под национальный банк, доходит до сейфа, для него открыть сейф, быстро, мгновенно открыл, открыл, что он там видит, 50-е годы, что он там видит. Ноль. И это то, что было важно автору. Все его рассказы, они построены на этом, на красоте человеческого духа, даже вот у этих людей, у воришек, у этих уличных женщин и так далее. У него есть рассказ о еврейской проститутке из Вильне, Тамаре Дегойке. И этот рассказ сейчас изучают в Ядвашеме, на всех курсах, знаете, что Ядвашем, да? Все курсы, все курсы социалистов учителей, и Мадрихим, и так далее, преподают этот рассказ. О женщине, которая работала, вы, наверное, знаете прекрасные эти места, он называл старые польские названия, которые я сейчас не все могу найти на карте, суфианики. Как это? Как оно сейчас называется? Майронья. 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 Майронья, ага. 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 Вот. И он называл, значит, вот эти вот суфианики. И там были, вот там были эти публичные дома. И там работали, вот были две конкурентки. Берте де Лухте у Эстерке Медебрегу. И у них работали вот эти женщины. И вот эта Тамара Дегойхе, Тамара высокая, решила в какой-то момент оставить, как он говорил, Демфинстернфах, эту темную профессию, и сделала переквалификацию. Она была кем была, а стала коммунисткой. Вот. И когда пришла, пришли советы сюда, это сороковой год, она была коммунисткой, и ей дали джоб, ее назначили заведующей складом продуктов. И вот, и она, значит, работает здесь и все, и вдруг она себя находит в гетто. И вот смотрите, опять же, вот красивая какая, красивая какая традиция, опять же, это только в Вильне было. Где еще такое было? Вот он вот вековечил эту традицию. Он написывает, как по пятницам стояла очередь в Страшун библиотек, библиотеку Страшуна. И вот эта традиция была евреям в Вильне, Немен, Абух, Ойвшабес. Книгу взять, книгу на субботу. Вот. И он говорит, и эта Тамара была единственная из этих всех, которая умела читать. И она шла в эту, в библиотеку, брала, и в субботу она собирала этот весь свой профессиональный цех. И читала им книги. Вот. И когда немцы ее привели в Панаре, то вот это то, что увидел автор. Когда пришел приказ раздеться, то что такое для нее было раздеться, да? Она не разделась. Она была единственной еврейской женщиной, которая упала надетая в яму. И женщина другая, которая была ранена, и потом ночью выкарабкалась из ямы, и вернулась в гетто, рассказала эту историю. Он ее написал, эту историю по живому рассказу. Сейчас этот рассказ изучает в Яд Вашем. То есть, о ком бы он ни говорил, вот ему всегда было очень важно подчеркнуть вот этот Сепас, значит, подчеркнуть вот эту моральную границу, которую даже вот эти люди не переходили. Опять же, вот эта вот улица Глессергастсвейн, стиклю, которая 2, да? Там жил глава медмафионеров еврейских, которого называли Зелик Балтуевы. Зелик Добродетель. И когда у него дела пошли плохо, откуда знали, что у него дела пошли плохо, его жена начала продавать на базаре, как говорят, начиненную кишку на метры. И это было признаком того, что у него дела пошли плохо. И к нему пришел там другой какой-то его компаньон и говорит, надо идти на такой резкий шаг. Киднэп. Захватить захват. И вот они решают взять мальчика из семьи богатого еврея, у которого была фабрика, у которого были деньги, и требовать за него выкуп. И приносят этого мальчика, ему 6 или 7 лет, к жене вот этого мафионера. Она сама воровка и жена вора, но все-таки она аидж и мама. И этот мальчик, что она ему только не пихает, он плачет и кричит, я хочу домой. И она этого не может выдержать. Она говорит, вот сердце ее не выдерживает. И когда эти все воры спали, она мужу говорит, говорит, так, иди и купи ему какао. Он из богатого дома, он привык пить какао. Так он говорит, чего это я должен вкладывать деньги в него? Я еще ни гроша на нем не заработал, чтобы я уже вкладывал деньги. Говорит, иди без какао не возвращайся. Потом она думает, что он из богатого дома, наверное, он привык есть бульон каждый день. Она варит ему курицу, и ребенок не хочет есть. И ночью, когда эти бандиты все спали, она его укутывает в одеяло, несет его к его дому, и сама себе говорит, фе, сезней чейн, сезней тфар вильне. Это не для вильны, некрасиво, сепасничт. Вот этот человек, он настолько увековечил вот этот сепасничт, который, к сожалению, уходит из современного мира. Следующий пункт, который я хочу затронуть, это Идыши и Рецисраэль. Дело в том, что современным израильтянам, например, очень непросто понять, что чувствовали их дедушки, когда они произносили эти слова, Рецисраэль, Сион, Иерушалай. Литература Идыша увековечила это. Она увековечила эту вот извечную тоску, тягу, трепет, дрожь по святой земле. Тогда, когда эта земля была недостижима. Дело в том, что Шолом Алейхем, например, он был делегатом двухсионистских конгрессов в 1907-1908 году. В 1898, через год после Первого Сирийского конгресса, он пишет книгу, которая называлась «Цубос Бадарф Ньид Наланд». «Зачем евреям нужна своя страна». И в этой книге он пророчествует год создания государства. Он пишет буквально, что я считаю, что возвращение в Сион станет идеалом всего еврейского народа. И наверняка через полстолетия поколение наших детей станет этому светом. Через полстолетия, 1898-1848 год, не было писателя, не было поэта, который бы не писал об Эрец Исрае. Но я хочу здесь опять же вернуться в Вильню. И один из величайших литераторов, которым ему достоинся еврейский народ, который родился здесь в Вильне, в Заречье, в 1910 году, Хаймграде. Хаймграде – это был гений в литературе. Многие считают до сих пор, что кому полагалась Нобелевская премия по литературе, это ему. Так как описал Вильню он, причем мир литовских ешевод, мир литовских ешин и так далее, религиозную Вильню, этого не сделал никто. То есть он вековечил, и особо описывая вот ту часть, вот это Заречье, бедноту эту и так далее. И вот Хаймграде, его отец, кстати, был преподавателем еврита здесь в Вильне, но он мало что зарабатывал и дом держался на матери. А мать была простая женщина, продавала яблоки. Но у нее была побочная, ну не как, халтурка, да, как говорят, да, побочный заработок. Она была, это называли, фирзогарин, дер вайбаршаршул. Фирзогарин, дер вайбаршаршул, это значит, большинство женщин ведь не умели читать молитвы, да. Была одна, которая умела читать, и она, как бы, все остальные группировались вокруг нее, и она им читала. И вот Хаймграде, его, и самое большое воспоминание из детства было, когда он сидит внизу в синагоге, там на Заречье, а мать его наверху для женщин читает вот эту молитву на Рош-Ходеш. Рош-Ходеш благословляет новый месяц. И как она плачет, и просит за его здоровье и так далее. И когда он женился буквально вот перед войной, и жена и мать уговорили его бежать в Россию перед войной, а остались здесь. Он себе этого не просил потом до конца жизни. Он потом жил в Америке, и когда он в 50-х годах впервые приезжает в Израиль и видит Ярусалим, Иерусалим, то он пишет поэму «Ярусалайм», в которой он строит мост между Ярусалаем Делита и тем Ярусалимом. Он называет Ярусалим «Мать всех Ярусалимов диаспоры». Ведь не только Вильню называли Ярусалаем, Люблин, Краков, Бердичек, любой центр учености еврейской называли Ярусалаем, ибо трудно было попасть в Иерусалим, поэтому приближали Ярусалим к себе. И вот он пишет такую поэму. Я считаю, что это одно из феноменальнейших произведений в литературе и дыши. Твоя дочь Вильна, ее уже нет в живых, Ярусалайм. Ин той дню шла байготы зибицрорахаин, она поднялась в небесную голубятню, она там на триле вечной жизни. Твоя дочь из Литвы поднялась в огне. «Ви ире элсте швестер, как ее старшие сестры, Вормс, Майнц и Шпайер». Это как раз вот тот треугольник, где языки дыша образовался. Шум. «Ви ире цвинин швестер, как ее сестры-близнецы, Алтлюблин и Кроке, Люблин и Краков. Их не осияло, как тебя, солнце милосердия. Но ду кенствайтер шмейхлен, Ярусалайм. Только ты можешь продолжать улыбаться, Ярусалайм. Но равдайне тойер низгоддер вехтер. Только над твоими вратами Господь, твои ворота Господь сторожит». И вот совершенно жуткая фраза. «Ди маме возле тибер, але ире техтер». Мать, которая пережила всех своих дочерей. И дальше. «Когда я тебя видел в мой священный тихий город, я услышал свою мать, которая благословляла начало месяца. Хорош ходишь». «Пункт, вимегейт фун штубцу штуба рыбар, так как переходят из дома в дом, а зойбених фун Вильне, глайхарайни дайны штибар, так я из Вильны перешел в твои дома. Фун майне клоизидн, цудайны Ярушалмис, от моих евреев, которые сидели там в синагогах, к твоим ярусалимцам». Он говорит, «Я не пришел к тебе с пустыми руками, я пришел со всей Вильней, я пришел со всем своим городом». Говорит, «Их кун цудир мит алэ майне вогленишену, майн блонген». «Я пришел к тебе со всеми своими блужданиями». «Уммит майн гансер штот». «Вос готут нет гишонген». «И со всем моим городом, который Господь не пожалел». «Их штейфордир Ярушалаим». «Ир гацедек». «Я стою пред тобой, Ярушалаим». «Город справедливости». «В надежде, что здесь я найду справедливость». Вот так он построил мост между Ярушалаем де Лита, между Вильней и тем Ярусалимом. Ну и последнее. Вы знаете, в Ягвашем, например, когда говорили о Холокосте, изучали Холокост где-то до лет 15 назад, изучали 1939 год, 1945 год. Вот этот отрезок. Сегодня, в принципе, уже все поняли, что понять, какой мир ушел, нужно изучить, какой мир существовал, был. Эти евреи в Панарах не просто не взялись ниоткуда. Этому предшествовали сотни лет еврейской жизни. скитаний, страданий, но и веселья, но и процветания, и науки, и учености, и так далее, и культуры. И один из классиков современной еврейской литературы, Арон Аппельфельд, он недавно, пару лет назад, написал статью такую, и он сказал, «Как будет выглядеть изучение Холокоста в ближайшем будущем?» И он сказал так, что до сегодняшнего дня историки и свидетели дали нам огромный материал, который отвечает на вопрос, как 6 миллионов евреев умирали, что именно сейчас пришло время изучать, как тех же 6 миллионов евреев жили, ибо увековечить жизнь и изучить их жизнь это не менее важно, чем увековечить их смерть. И одно из важнейших средств изучить их жизнь это литература Идыша. Эта литература рисует нам тот мир, который ушел, и мы ее должны сохранять и изучать в память о них. И еще очень интересная вещь. На Идыша произошел феномен, которого не было ни на одном другом языке. Литература о Холокосте есть на всех языках. А вот во время, вот то, что создавалось во время Холокоста, это есть на Идыша. Это действительно, как Гершкеблик здесь в Вильне написал в партизанском гимне, «дос лид, «дос фолкут гиш разумен свишен ди фаундеки вент», да, народ пел среди вот этих падающих стен. И Вильна в этом плане это был совершенно непревзойденный, неповторимый центр. Ни с кем. Крупнейшиеся, можно так сказать, шлягеры Холокоста, созданные здесь. Вот, Шмерки Кочергинский, в очках, да, автор песни «Понар». А он же человек делал чудеса совершенные. Для театра, гетто, я не помню, как-то улица называется, там где театр, «Парклю». Вот, вот, «Конская». «Конская». О, «Конская», правильно. Я, вот, для театра гетто, вы себе представьте только картину, да, то есть он буквально несколько, вот, ну, за считанные месяцы до войны он женился. И он с этой женой своей, ну, ну, успел прожить совсем ничего, то есть, она. Она погибла в одной из первых акций, да. Сидит человек в гетто и пишет ей, посвящает ей танго, для, которое использовали для спектакля в театре гетто, фриллинг. Вот. Пишет его для спектакля в театре гетто. Авром Суцкевер. И теперь он берет старую театральную песню, вы все знаете, ну, койче бейгелых, кой хейсеньке бейгелых и так далее. И превращает ее к кой в гетто бейгелых. И адаптирует эту песню, то есть, на ту же мелодию, новые слова, и адаптирует ее к виленскому гетто. Вы там находите у него в песне все, все абсолютно места. Вот там, вот этот Тойер, Ворота, и Юднрад, как он говорит, функомитет, и так далее. То есть, пишет ее здесь. Он выбирается из гетто, он протезанит в лесах. Уже буквально перед освобождением, он пишет вот эту песню свою, Зоншеньку Мендагеулы, пусть уже придет избавление. Два года шатается по Европе и собирает песни, которые народ писал во время войны. и издает в 48-м году важнейший сборник, который только есть на эту тему, Лидерфун Геттосу Лагерем, песни Гетто и Лагерей. И потом он, и потом в свое время погиб в авиакатастрофе в 54-м году. То есть, Вильна в этом плане это такой центр, здесь такое творчество было, наряду с этими всеми страшными вещами, которые происходили, но тем не менее вот эта вот сила духа она здесь совершенно была непревзойденной. И Авраам Суцкавер, и Лейзеррон, многие-многие другие, которые... Кульбак. А? Ну, Мой Шикульбак, он в 28-м году уехал в Советский Союз. И последнее, что я хочу сказать, что наверное, закончить фразой, которую Ицхад Башеви Зингер сказал в Свидоболевской речи. Идыш еще далеко не сказал своего последнего слова. Идыш не сказал своего последнего слова, ибо это скромный и умный язык всех нас. В нем, если хотите, заложена идиома вечно испуганного и вечно надеющегося человечества. Вот это сказал Зингер. И сколько этот Идыш не хоронят, и он смеется в глаза всему миру. И то, что сегодня происходит с Идышем, то еще лет 10-15 назад никто не мог этого даже предвидеть. Сегодня толпы ищут Идыш. И в искусстве, и в академии, и в литературе, и в музыке, и на всевозможных фестивалях. И интернет-пространство. Сегодня есть огромное количество всяких общин в интернете, которые ищут Идыш, все, что связано с Идышем. Ибо все больше и больше понимают, что Идыш это неотъемлемая часть для современного светского человека еврейской самоидентификации. Сегодня огромное количество неевреев приходят к Идышу. Вдруг Европа сегодня проснулась и поняла, что вместе с Идышем ушел из общечеловеческой панорамы такой важный культурный сегмент. А вместо него получили вы знаете, что получили, да? Вот. Ну и в принципе вот это мне важно было сказать, что Идыш еще далеко не встал в последнее слово. И кто, что будет дальше, пути Господни неисповедимы. Авраама Кропиновича когда спрашивал Авром, как вы предвидите, что будет с Идышем? Я все время повторяю, люблю повторять вот эту его фразу. Он говорит, Идыш в этом мол верн ли шпрах фундер Идышер аристократия. Это будет язык еврейской аристократии. Он говорит, точно так же, как когда-то был иврит. Он говорит, если бы вы когда-то кому-то сказали бы, что дети будут бегать на улице и играть на иврите, вам бы рассмеялись в глаза. Он говорит, но это осуществилось, и поэтому никто не знает, что будет с Идышем. Спасибо вам за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...